Доброе утро, уважаемые студенты! И сегодня наша следующая лекция под названием «Сетевые технологии, интернет, информационная безопасность и социальная ответственность». То есть сегодня мы должны с вами поговорить о компьютерных сетях, о работе в компьютерной сети, в глобальной компьютерной сети и о безопасности работы в глобальной компьютерной сети. Но, в общем-то, вопрос, я так полагаю, не новый для вас. То есть мы должны сегодня немножечко систематизировать ваши знания, суммировать ваши знания и поговорить о компьютерных сетях. Итак, компьютерная сеть – это объединение нескольких компьютеров для совместного решения информационных, вычислительных и других задач. Для того, чтобы была организована работа пользователей в компьютерной сети с информационными ресурсами, необходимо прежде всего физические объекты сетевого взаимодействия, то есть технические устройства, компьютеры или другие устройства. Дальше нужны физические соединения – это кабель либо беспроводное соединение, инфракрасное или радиочастотное. Нужна операционная система, которая будет логически объединять компьютеры и, по сути дела, с помощью которой организовывается совместный доступ к компьютерам или другим устройствам. Также нужен общий набор используемых сетевых протоколов, то есть стандартов для передачи информации, и так называемые сетевые клиенты – программы, с помощью которых один компьютер может получать доступ к другому компьютеру. Для чего используют компьютерные сети? То есть, по сути дела, основное назначение или цель создания компьютерных сетей – это совместное использование различных ресурсов, это доступ к единым базам данных, это обмен файлами, организация согласованной работы компьютеров и суммирование вычислительных мощностей компьютеров. То есть, вот те цели, которые стоят при создании компьютерных сетей. Основными понятиями, можно так сказать, при работе с компьютерной сетей является понятие «сервер». Что такое сервер? Это специализированный компьютер или специализированное оборудование для выполнения на нем сервисного программного обеспечения. То есть, это основополагающее понятие. Также сервером называют компьютер, который выделен из группы персональных компьютеров или рабочих станций для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. И вот на сегодняшний день используется так называемая технология «клиент-сервер». Это вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, которые называются «клиентами». Классификация компьютерных сетей. Ну вот, все многообразие компьютерных сетей, вообще говоря, классифицируют по различным критериям. Это может быть и территориальная распространенность, распространенность, это может быть ведомственная принадлежность, это может быть скорость передачи информации, тип среды передачи по топологии компьютерных сетей, по организации взаимодействия компьютерной сети. Ну вот здесь два вида представлены на этой схеме. Значит, по технологии передачи. Это так называемые широковещательные сети, которые обладают единым каналом связи, совместно используемым всеми машинами сети, и сети с передачей от узла к узлу, которые состоят из большого количества соединенных пар машин. Также вот классификация представлена, которую мы часто используем и встречаемся с этой классификацией, это по территориальной распространенности. Это так называемые локальные компьютерные сети, глобальные компьютерные сети, ну и между ними муниципальные компьютерные сети. Вот по ведомственной принадлежности различают ведомственные и государственные сети, по типу среды передачи, проводные, беспроводные сети и так далее. То есть различные классификации компьютерных сетей, как я уже сказала. Ну вот еще одна классификация. По логической архитектуре сети, или другими словами, по способу организации взаимодействия компьютеров. Значит, что такое логическая архитектура? Это распределение функций между компьютерами сети, не зависящее от их расположения и способа подключения. Ну вот такая классификация предполагает наличие одноранговых сетей, когда каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер. Но это обычно небольшие сети объединяют не более 10 компьютеров. Значит, основными их характеристиками являются низкая стоимость, гибкость, простота обслуживания. Можно суммировать ресурсы компьютеров всех и получать так называемый суперкомпьютер. Однако сеть эта обладает невысоким быстродействием и, по сути, небольшое количество компьютеров присоединено. И второй вид – это на основе выделенного сервера, так называемые серверные локальные сети, многоуровневые или иерархические. Это, по сути, по своей большие сети, могут объединять до тысячи компьютеров, обладают высоким быстродействием, развитой системой управления, удобно наращивать эти сети, но, однако, они обладают высокой стоимостью. Ну вот, типы серверов, которые используются вот в такой сети. Это может быть файловый сервер. Значит, особенность его в том заключается, что на сервере находятся совместно обрабатываемые файлы или совместно используемые программы. Это может быть сервер баз данных. На сервере размещается сетевая база данных. Это может быть принт-сервер, когда к компьютеру подключается достаточно производительный принтер, на котором может быть распечатана информация сразу с нескольких рабочих станций. Это может быть почтовый сервер. На сервере хранится информация, отправляемая и получаемая по локальной сети. Ну вот, для того, чтобы технически организовать вот такие локальные сети, ну, вот следующие устройства необходимы. Устройства и программные компоненты. Значит, во-первых, на каждом компьютере должен быть установлен сетевой адаптер. То есть для того, чтобы компьютер можно было подключить к локальной компьютерной сети. Должно быть установлено следующее программное обеспечение, так называемый драйвер, то есть это программа, которая будет логически подключать к компьютеру. И сетевое программное обеспечение, то есть должна быть сетевая операционная система, которая устанавливается на сервере, и программное обеспечение на рабочей станции. То есть это набор программ, которые работают под управлением операционной системой, но логически подключают рабочую станцию или компьютер к компьютерной сети. Также вот такое техническое обеспечение, мы сказали, что должны быть сетевые кабели. На сегодняшний день три вида используются. Это витая пара, может быть два перевитых изолированных медных провода. Это может быть коаксиальный кабель, который состоит из двух проводников, окруженных изолированными слоями. И наиболее современным является оптоволоконный кабель. То есть в оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяются по оптическим волнам в виде модулированных световых импульсов. И такой оптоволоконный кабель обеспечивает наилучшее качество передачи информации, скорость передачи информации. Также в локальных компьютерных сетях может использоваться беспроводное соединение. Мы сказали классификация проводные сети, беспроводные сети. Беспроводная связь на радиоволнах СВЧ-диапазона может использоваться для организации сетей в пределах больших помещений. Там, где использование обычных линий связи затруднено или нецелесообразно. Но несмотря на преимущества беспроводного соединения, у него есть и недостатки. Во-первых, самое главное – это небольшие расстояния передачи, подверженность электромагнитным помехам, низкая степень защиты информации, сильная зависимость скорости передачи от количества абонентов, которые подключены к компьютерной сети от расстояния от уровня помех, взаимное влияние независимых точек доступа, если несколько таких сетей вблизи работают, неполная совместимость оборудования разных производителей, высокое энергопотребление, относительно высокая стоимость оборудования и электромагнитное излучение. Далее. Вот есть такое понятие, как топология вычислительных сетей. Но обычно это речь идет о локальных компьютерных сетях. Значит, что такое сетевая топология? Это обобщенная геометрическая характеристика компьютерной сети. И, по сути, она определяет схему физического подключения компьютеров в единую сеть. Значит, ну вот основные три вида топологии – это с общей шиной, это кольцо и это звезда. Ну вот, кратенько. Значит, общая шина. То есть, это, допустим, что такое шина? Это некий кабель, который проходит через все помещения, где должна быть установлена локальная компьютерная сеть. И к этому кабелю, к этой общей шине подсоединяются компьютеры. Это так называемая пассивная топология, поскольку компьютеры только слушают передаваемые по сети сигналы, но не перемещают их от отправителя к получателю. Но эта топология наиболее распространена, почему она удобна. Выход из строя одного из компьютеров не сказывается на работе всей сети. И удобно подключать новые компьютеры, отключать и подключать новые компьютеры, то есть модифицировать локальную компьютерную сеть. Дальше. Топология кольцо. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. Поэтому основной недостаток такой топологии заключается в том, что выход из строя хотя бы одного из компьютеров приводит к падению всей сети. То есть, вот главный недостаток. И топология звезда. Все компьютеры с помощью кабелей подключаются к центральному устройству коммутации. Сигналы от передающего компьютера поступают через устройство коммутации ко всем остальным. И главным преимуществом такой топологии является более высокая надежность. То есть, по сути дела, головной компьютер управляет, легко контролирует все компьютеры, которые подключены к такой локальной компьютерной сети. Удобство, опять-таки, заключается в том, что выход из строя компьютера, подключенного к концентратору, не влечет за собой падение всей сети. Ну и удобно подключать новые компьютеры, опять-таки, к такой компьютерной сети. Ну и есть еще и чистая топология, используется она иногда. То есть, но такие сети обладают высокой избыточностью, но в том числе и надежностью, поскольку каждый компьютер в такой сети соединен с каждым другим отдельным кабелем. Используются также и комбинированные топологии. Вот есть комбинированные топологии звезда-шина и звезда-кольцо. Ну вот звезда-шина. То есть, обычно, несколько сетей с топологией звезда объединяются при помощи магистральной линейной шины. Выход из строя одного компьютера не сказывается на работе всей сети. А сбой в работе концентратора влечет за собой от соединения сети только подключенных к нему компьютеров и концентраторов. И топология звезда-кольцо. Отличие этой топологии состоит только в том, что концентраторы в звезде-шине соединяются магистральной линейной шиной, а в звезде-кольце концентраторы подсоединены к главному концентратору, внутри которого физически реализовано кольцо. Ну вот и такие в локальных компьютерных сетях устройства используются. Значит, концентраторы, которые позволяют компьютерам в сети обмениваться данными. Значит, если вы видели на предыдущих схемах, там было представлено, что концентратор, он как бы соединяет все компьютеры. Пересылают данные всем подключенным к нему компьютером, включая тот, с которого была отправлена информация. И вот есть устройство такое, которое называется маршрутизатор. Маршрутизатор или шлюз. Позволяют компьютерам обмениваться данными как в текущей сети, так и между двумя отдельными. И маршрутизаторы могут быть проводными и беспроводными. Беспроводные маршрутизаторы всем вам хорошо известны, называются роутерами. Ну и вот давайте немножечко мы теперь поговорим о глобальной, собственно, не немножечко, а поговорим о глобальной компьютерной сети. Глобальная компьютерная сеть интернет. Появилась она, то есть, по сути, что такое интернет? Это объединение огромного числа сетей национального, отраслевого, еще более узкого регионального уровня. Называют ее еще сеть сетей. Появилась эта сеть в 60-е годы. Ну вот, оборонное агентство Соединенных Штатов Америки использовала сеть, которая вначале была названа ARPANET. И предназначалась она первоначально для изучения того, как поддерживать связь в случае ядерного нападения и для помощи исследователям в обмене информации между разбросанными по всей стране исследовательскими организациями оборонной промышленности. То есть еще с 60-х годов. Но, по сути дела, распространилась в мире эта сеть где-то со второй половины 90-х годов, когда вначале ее стали использовать образовательные учреждения, объединялись они между собой, затем коммерческие структуры, и затем распространилась она по всему миру. Ну и вот на сегодняшний день, по сути дела, мы уже свою жизнь как бы не представляем без этой сети, поскольку она используется не только в профессиональных и бытовых целях, но и для выполнения тех же самых государственных услуг, например. В глобальной компьютерной сети используются два режима информационного обмена. Это так называемый диалоговый режим или режим реального времени, называется онлайн-режим. И второй режим – это пакетный режим, называемый офлайн-режим, то есть когда, например, вы можете использовать почту, пересылать сообщения. В сети интернет используются так называемые головные компьютеры, которые называются хост-машинами. И они наряду с серверами могут хранить информацию всю и передавать по сети. Ну вот структура интернет напоминает вообще говоря паутину, называют ее еще сеть сетей, мы сказали, или всемирная паутина. В узлах которой находятся компьютеры, которые связаны между собой линиями связи. Ну и вот структуру интернет на сегодняшний день можно представить как сеть, которая включает главных поставщиков услуг интернет, так называемых поставщиков услуг и пользователей. Главные поставщики услуг соединены между собой наиболее скоростными линиями связи и составляют так называемый хребет или базис интернет, еще другими словами называют. Пользователи могут быть соединены с поставщиками или с провайдерами, либо по выделенным, либо по коммутируемым линиям связи. Ну и вот коммутируемые линии работают через модемы и обладают меньшей скоростью передачи данных. Ну вот если говорить о России, то в общем-то точно так же в Россию проник интернет где-то в конце 90-х годов, но уже достаточно широко он стал распространяться в начале 2000-х годов. Ну и вот диаграмма здесь показывает, здесь информация представлена с 2008 года по 2016 год, то есть вот можно видеть, что если в 2008 году где-то примерно 25,4% населения использовали интернет, то к 2016 году эта цифра возросла до 70,4%. И вот где-то примерно 84 миллиона человек в возрасте от 16 лет и старше являются пользователями интернета в России. Информация, еще раз говорю, на 2016 год. Ну вот основное устройство, техническое устройство сети, мы сказали, является компьютером, так? Или компьютер является основным техническим устройством сети. И транспортной основой глобальных сетей выступают коммутируемые, выделенные телефонные линии и каналы. Для того, чтобы информация по телефонным линиям связи могла передаваться, используется устройство, которое называется модемом, то есть от слова модуляция и демодуляция. Это устройство преобразования цифровых сигналов в аналоговый и наоборот. То есть модуляция – это преобразование как раз-таки аналогового сигнала в цифровой, демодуляция – обратное преобразование. И для того, чтобы информацию можно было передавать в глобальной компьютерной сети, используются так называемые протоколы передачи информации. Протокол – это совокупность правил и технических процедур, согласно которым компьютеры взаимодействуют между собой. Значит, вот немножечко мы поговорим о протоколах. Для протоколов передачи информации используется так называемый международный стандарт открытых систем, который предусматривает семь уровней протоколов. Значит, вот посмотрите. И каждый протокол используется или выполняет свои какие-то определенные функции и работает на определенном уровне. Значит, начиная от физического уровня, самого низшего уровня, и заканчивая прикладным уровнем. Значит, каждый уровень используется для передачи определенного типа данных. Значит, на самом низком уровне передаются данные на уровне битов – это физический уровень, затем канальный уровень, передаются кадры, сетевой уровень – уровень пакеты данных, затем транспортный уровень – сегменты, и непосредственно данные – это уже на высших уровнях, сеансовом уровне, уровне представления и прикладном уровне. Каждый уровень вот в такой системе, в такой модели выполняет свои определенные функции. То есть, ну, например, физический уровень используется работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными. Значит, на таком уровне работают концентраторы, вот как мы сказали, хабы. Дальше, канальный уровень – это так называемая его функция – это физическая адресация в компьютерной сети. Затем, сетевой уровень отвечает за деление пользователей на группы, адресацию и управление сетью. Дальше, транспортный уровень, его функция – прямая связь между конечными пунктами и обеспечение надежности передачи информации. Затем, сеансовый уровень – обеспечивает управление сеансом связи. Уровень представления – обеспечивает представление и кодирование данных. И, по сути, этот уровень представления отвечает за возможность диалога между приложениями на различных машинах. И, наконец, самый высший уровень – прикладной уровень – обеспечивает доступ к сетевым службам. И задачами этого уровня являются кодирование файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью. Ну и вот, посмотрите, значит, каждому уровню соответствуют те или иные протоколы передачи информации. То есть, допустим, протоколы прикладного уровня – FTP-протокол, SMTP и так далее. И, например, уровень представления – это система DNS – распределение адресов в интернете, транспортный уровень – TCP-протокол, сетевой уровень – IP-протокол, ну и так далее. Значит, вот каждому уровню соответствуют свои протоколы передачи данных, информации. Ну и вот, немножко поговорим мы об адресации в интернете. То есть, каждый компьютер в интернет имеет свой уникальный адрес, который называется IP-адресом. Присвоение, значит, IP-адрес может быть статический или постоянный IP-адрес. И на время сеанса связи может быть присвоен динамический IP-адрес и так называемое динамическое распределение адресов. Ну, поскольку пользователю неудобно запоминать такие адреса, которые, к тому же, могут изменяться, как известно, динамическое распределение адресов, поэтому в интернете существует так называемая DNS-система или, другими словами, доменная служба имен, которая автоматически устанавливает соответствие между текстовыми именами и IP-адресами. Значит, что такое доменное имя? Это уникальное имя, которое данный поставщик услуг избрал себе для идентификации. И вот это доменное имя присваивается по определенным правилам. Значит, в именах домены отделяются друг от друга точками, и в имени может быть различное количество доменов, но обычно их не больше пяти. Значит, вот адреса, имена доменные, некоторые представлены. Дальше, вот существует правило для присвоения доменных имен. Значит, каждая страна имеет свой домен или географический домен верхнего уровня. Значит, ну, все мы знаем, значит, окончание РУ соответствует России, допустим, ЮА, Украине, и так для каждой страны. И также доменные имена могут распределяться по организационному признаку, в соответствии с которым существуют, ну, вот такие доменные имена первого уровня, то есть окончание КОМ, коммерческие организации какие-то, education, образовательные учреждения, government, государственные учреждения, military, военные организации, NET, сетевые образования, ну, вот, может быть, окончание ОРГ, учреждения других организаций и сетевых ресурсов. Ну, и вот внутри каждого доменного имени первого уровня находится целый ряд доменных имен второго уровня, и вот здесь нужно важно отметить, что домен верхнего уровня располагается в имени правее, а домен нижнего уровня располагается всегда левее. Ну, и вот в интернете существуют так называемые услуги или, другими словами, серверы. То есть, по сути дела, интернет – это не только сеть, которая объединяет множество сетей, которые состоят из десятков миллионов компьютеров, но и совокупность целого ряда служб, которые функционируют в едином мировом пространстве. Ну, вот все эти службы, они основаны на различных протоколах обмена информацией, и поэтому для работы с ними используется различное программное обеспечение. Ну, и вот некоторые сервисы интернета, сейчас мы об этом поговорим. Ну, во-первых, электронная почта. Значит, это сервис, который, собственно говоря, существовал, давно и существует, и я думаю, что долго еще будет существовать. Значит, вот есть так называемый адрес электронной почты, который немножко от доменного имени отличается, все вы это тоже хорошо знаете, используется такой специфический значок в адресе электронной почты. Для передачи писем используется так называемый протокол SMTP, который задает набор правил для передачи почты. Сервер SMTP возвращает либо подтверждение о приеме, либо сообщение об ошибке, либо может запрашивать дополнительную информацию. Ну, и вот для приема почтовых сообщений в настоящее время наиболее часто используется протокол ПОП-3, так называемый протокол почтового офиса. Серверы ПОП обрабатывают входящую почту, а протокол ПОП предназначен для обработки запросов на получение почты от клиентских почтовых программ. Ну вот, сервисы такие используются, как, например, телеконференция, это виртуальные клубы общения, дальше, всемирный разговор, чат, интернет-телефония, служба передачи файлов FTP имеет свои серверы в мировой сети, на которых хранятся архивы данных. Ну, и, наконец, вот так называемый World Wide Web или, другими словами, всемирная паутина, то есть служба, которая представляет доступ к различным ресурсам интернет, документам, графике, видеозаписи, использует протокол HTTP и язык HTML. Ну вот, по сути дела, вот эта всемирная паутина – это гипертекстовая система, которая предназначена для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство. доступ к системе документов осуществляется с помощью гиперссылок. Ну, и вот такое понятие. Значит, есть понятие гипертекст, то есть это текст, который связан с ссылками, с другими текстовыми объектами или файлами. И гиперссылка – способ быстрой переадресации от одного документа к другому. Вот эта всемирная паутина – три буковки W – работает по принципу клиент-серверы. То есть, по сути дела, существует множество серверов, которые по запросу клиента возвращают ему гипертекстовый документ. Ну и вот для того, чтобы использовать вот эту три буковки W – всемирную паутину, пользователь должен иметь специальное программное обеспечение, которое, как обычно, как правило, распространяется по сети бесплатно или поставляется в комплекте с большинством других программ и услуг интернет. Ну и вот к таким программам, например, относится браузер. То есть программа, которая обеспечивает обращение к искомому ресурсу на сервере по его адресу, которая интерпретирует полученный результат и демонстрирует его на клиентском компьютере. Ну и вот к основным функциям браузера относятся… Значит, протокол, по которому происходит доставка веб-серверам документа – это HTTP протокол. Ну и вот, как уже сказали, браузеры распространяются чаще всего бесплатно. Значит, основные функции браузеров – это установка связи с веб-сервером, на котором хранится документ, и загрузка всех его компонентов. Дальше. Форматирование и отображение веб-страниц в соответствии с возможностями компьютера, на котором браузер работает. Предоставление средств для отображения мультимедийных и других объектов, входящих в состав веб-страниц. Дальше. Обеспечение автоматизации поиска веб-страниц и упрощение доступа к страницам, посещавшимся раньше. Предоставление доступа к встроенным или автономным средствам для работы с другими службами интернет, такими как электронная почта, телеконференция, FTP. Ну и вот наиболее распространенные или наиболее популярные браузеры на сегодняшний день, вот они здесь представлены. Ну, во-первых, интернет-эксплорер, который поставляется непосредственно с операционной системой Windows, устанавливается при установке Windows. Это такой браузер, как, например, Mozilla Firefox, это такой браузер, как Opera, это Google Chrome, вот есть браузер Safari еще. Значит, наиболее популярные, которые используются во всем мире. Дальше, есть такое понятие, как поисковая система. Значит, что такое поисковая система? Поисковая система интернет, все вы с ними работаете. Значит, это алгоритмы и реализующая их совокупность компьютерных программ, которая предоставляет пользователю возможность быстрого доступа к необходимой ему информации при помощи поиска в обширной коллекции доступных данных. Для поиска информации с помощью поисковой системы пользователи формулируют так называемый поисковый запрос. И работа поисковой системы заключается в том, чтобы по запросу пользователя найти документы, которые содержат либо указанные ключевые слова, либо слова, как-либо связанные с ключевыми словами. По результатам работы генерируется страница результатов поиска и она может содержать различные типы результатов. Это могут быть как веб-страницы, так могут быть изображения, могут быть аудиофайлы. Поиск может осуществляться одним из трех способов. Это по адресу, по ключевому слову, по ссылкам. На сегодняшний день наиболее популярными поисковыми системами в России является Google, Яндекс, Мейнру, Рамблер. Ну вот нужно сказать, что наиболее мощной, наиболее популярной и самой крупнейшей поисковой системой в мире является Google. Ну вот такая информация представлена. Индексирует более 25 миллиардов веб-страниц и может находить информацию на 191 языке. И вот на сегодняшний день Google пользуются 50,3% пользователей России, Яндексом 47,9%. То есть вот два наиболее, две наиболее популярные поисковые системы. Ну вот каждая система поисковая, она обладает так называемой шириной охвата вот той части интернет, в которой вы ищете информацию. То есть по сути дела обычно поиск можно вести не только по одной поисковой системе, но и по нескольким поисковым системам. Язык запросов используется в поисковой системе. Специальный – это искусственный язык, на котором делаются запросы к базам данных и другим информационным системам, ну особенно к информационно-поисковым системам. Вообще говоря, для каждой поисковой системы использоваться может свой язык запросов, но тем не менее, вот чаще всего такой язык запросов содержит логические операторы. Мы с вами встречались уже с логическими функциями. Это логический оператор «Энд» и или логическое умножение, «Ор» или или логическое сложение, оператор «Нод» могут использоваться скобки, другие символы. Дальше могут использоваться префиксы и обязательности присутствия ключевых слов в документе, например, плюс и минус. При поиске по узкоспециализированным терминам предпочтительнее использовать. Дальше может использоваться расположение ключевых слов в документе рядом или на определенном расстоянии друг от друга. Но вот если использовать язык запросов, то можно значительно сузить область поиска и более качественно составить запрос к поисковому серверу. То есть, может быть, вы его используете, если не используете, попытайтесь использовать и делать, так сказать, поисковый запрос с использованием, например, по крайней мере, логических операторов. Ну и вот некоторые поисковые системы дополнительно могут иметь функцию расширенного поиска. Например, такие системы, как Яндекс и Гугл. Ну вот основные типы поисковых систем. Значит, поисковые системы могут быть индексными и классификационными, а могут быть и совместными. Значит, индексные поисковые системы, ну, допустим, такие системы, как Яндекс, Рамблер, Гугл, Бинк, которые работают в автоматическом режиме, просматривают в интернет содержимое серверов, индексируя информацию, содержащуюся в них, и внося информацию о расположении слов на странице сайта в свои базы данных. Каталоговые или классификационные системы поиска содержат тематически структурированный каталог серверов и чаще всего пополняются вручную. И вот поисковые системы могут, как я уже сказала, сочетать в себе оба принципа работы. Ну и вот для поиска одновременно в нескольких поисковых системах можно воспользоваться так называемыми поисковыми метамашинами, которые обращаются сразу к нескольким поисковым средствам. Например, NIGMA, такая метамашина. Дальше. Вот такие используются определения понятия при работе в компьютерной сети. Учетная запись или аккаунт. То есть тоже все вы с этим работаете, но вот небольшое определение. Учетная запись или аккаунт – это хранимая в компьютерной системе совокупность данных, о пользователе, которая необходима для его опознавания или аутентификации и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Обычно для использования учетной записи требуется ввод имени, логина и пароля. Ну вот многие аккаунты могут содержать аватары пользователей, различные системы дополнительно могут запрашивать какие-то персональные данные, например, пол, дату рождения, местонахождение, вероисповедание, семейное положение, национальность, координаты, то есть физический адрес, телефон, адрес домашней страницы в интернете и так далее. Но в большинстве случаев дополнительные данные не обязательны для заполнения. Пользователи интернета могут воспринимать учетную запись как личную страничку, профиль или кабинет, место хранения личных и других сведений, которые пользователь сообщает о себе на определенном интернет-ресурсе. Ну и вот я знаю, что в некоторых группах вы создавали аккаунты. Значит, стандартный процесс создания учетной записи в какой-либо компьютерной системе или приложении называется регистрацией и состоит из трех этапов. Значит, ну вот вы создавали Google аккаунты, я знаю. Это заполнение содержания аккаунта, это отправка данных в систему, как правило, сопровождается необходимостью принять пользовательское соглашение системы и активация аккаунта. То есть с созданием аккаунта вы постоянно сталкиваетесь при работе глобальной компьютерной сети. Ну вот, что касается срока действия аккаунтов, в некоторых компьютерных системах аккаунты могут иметь ограниченный срок действия, а могут не иметь ограничения срока действия, то есть долговременный характер носят. Если ограниченный срок действия, то аккаунты, например, неактивных пользователей на различных интернет-порталах могут удаляться автоматически. Ну дальше, вот такие сервисы интернет, как видеоконференция, то есть это область информационной технологии, которая обеспечивает одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и предоставление интерактивной информации на расстояние в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники. Взаимодействие в режиме видеоконференции также называют сеансом видеоконференц-связи. Ну вот, а видеоконференц-связь – это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентам, при которых между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном режиме времени с учетом передачи управляющих данных. Дальше. При работе в глобальной компьютерной сети на сегодняшний день очень актуальным являются так называемые облачные технологии или облачные вычисления. Значит, что такое облачные вычисления? Это модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов. Например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам, как вместе, так и по отдельности, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдерам. То есть, по сути дела, основной целью облачных технологий является не использование мощности своего компьютера, а использование, ну скажем так, возможностей интернет-технологий, то есть сторонних мощностей, то есть для того, чтобы выполнить какие-то свои вычислительные задачи. Ну и вот, что можно отнести к облачным услугам? Во-первых, это почта, это удаленная работа с документами, то есть, вот мы говорили с вами, что есть такие офисные пакеты, как, например, Google Документы, то есть офис Web Apps, то есть вы можете работать не на своем компьютере, а пользоваться ресурсами глобальной компьютерной сети. Хранение данных в облаке, так называемое, облачное хранилище данных, например, Google Drive. редактирование изображений в режиме реального времени. Используются серверы для создания заметок, совместной работой над задачами. Могут использоваться, так называемые, например, онлайн-магазины приложений, как, например, Google Play. Облачный хостинг, хостинг, размещение своего сайта в облаке. Ну и вот на сегодняшний день по способу использования облачных технологий или облака выделяют такие виды, как приватное или частное облако, публичное облако и гибридное облако. Ну и вот основные преимущества облачных технологий. Значит, во-первых, возможность работать с личными аккаунтами и данными с любого устройства, то есть не нужно сохранять информацию на флешку или другой накопитель, то есть вы можете в любом месте получить доступ к своей информации, не имея при этом, ну скажем так, с собой этой информации. Несколько пользователей могут одновременно редактировать документы и файлы. Вот, например, в Google Документах на сегодняшний день эта технология очень популярной становится. Облачные серверы работают в браузере, поэтому не имеет значения, какая операционная система стоит на вашем телефоне, планшете или компьютере. Информация хранится на облачном сервере, то есть даже если, допустим, персональный компьютер или телефон не работает, то вы данные не потеряете и можете получить доступ к своим данным. Каждый раз вы используете самую свежую версию программы, а поставщик услуг сам следит за ее обновлением. Дальше. Можно делиться информацией удаленно, не пересылая большой объем данных, а просто предоставляя доступ к папке со своими документами, допустим, там или фотографиями или какими-то другими материалами. Не нужно покупать мощный компьютер, а вы пользуетесь возможностями облака и на этом экономите. То есть вот это преимущество облачных технологий на сегодняшний день. Но вместе с тем облачные технологии, естественно, имеют и свои недостатки. Значит, для того, чтобы использовать облачные технологии, нужен, во-первых, стабильный интернет, то есть без него невозможно воспользоваться услугой. Дальше. Не любой продукт, который предоставляется в облаке, можно настроить под свои цели и задачи. Дальше. Несмотря на то, что облако надежно защищено и обеспечивается безопасность информации, всегда есть риск взлома и получения доступа к вашей информации. Вот такой минус. Создавать свое облако дорого, поэтому малым предприятиям, например, выгоднее пользоваться частным облаком или даже публичным, если речь идет о частных предпринимателях. И многие серверы доступны бесплатно, но, так сказать, что будет в дальнейшем неизвестно, то есть, скорее всего, все эти услуги станут платными. Значит, вот это, что касается облачных технологий, но, тем не менее, на сегодняшний день это уже достаточно широко используется. Ну и вот о таких немножко мы должны поговорить вещах, то есть, все вы знаете, все вы с этим работаете, но, тем не менее, вот такие определения. Социальная сеть. Ресурс, который предназначен для обеспечения взаимоотношений между людьми либо организациями в интернете. Ну и вот информация такая по работе популярных социальных сетей в России и в мире. Ну вот здесь представлена информация, давайте посмотрим. Значит, Facebook. Число пользователей представляет, то есть, превышает 900 миллионов. Год основания 2004. Вот такая социальная сеть. Twitter. Имеет более 310 миллионов пользователей. Начала работать в 2006 году. LinkedIn. Сеть позиционируется в большей степени как профессиональная сеть и насчитывает более 255 миллионов пользователей. Появилась сеть в 2003 году. Google Plus Plus. Социальная сеть, которая поддерживается одноименным поисковым сервером и имеет аудиторию более 120 миллионов пользователей. Ну, наиболее свежая сеть начала работу в 2011 году. Instagram. 100 миллионов пользователей появилось в 2010 году. Сеть российская ВКонтакте, молодежная российская сеть, насчитывает более 80 миллионов пользователей. Год основания 2006. Одноклассники. Одна из самых популярных российских социальных сетей с количеством пользователей более 290 миллионов человек. Принадлежит Mail.ru Group. Появилась в 2006 году. Значит, вот такая информация о социальных сетях, с которыми все вы постоянно на сегодняшний день работаете. Ну, вот некоторые еще такие понятия. Значит, мессенджер. Что такое мессенджер? Это программа или приложение для мгновенного обмена сообщениями через интернет. Значит, в качестве сообщений мессенджеры могут использовать текст, картинки, видео. Некоторые приложения поддерживают передачу файлов любого формата. Тоже хорошо вам всем это известно. Ну, и вот такие популярные мессенджеры, как Viber, универсальный мессенджер. Ну, функции у них примерно одинаковые у всех. Значит, передавать сообщения можно, создавать групповые чаты, совершать бесплатные видеозвонки между контактами сервиса. Автоматически извлекать контакты Viber из записной книги вашего телефона. Создавать публичные групповые чаты и хранить историю переписки и все перенены файлы. Дальше. Вот такой мессенджер, тоже известный, как Skype. Значит, изначально он появился как программа для персонального компьютера и был ориентирован на голосовую и видеосвязь между пользователями. Значит, но с распространением мобильных устройств и мобильное приложение также используется. Ну, и функции, по сути, те же самые. То есть аудио и видеозвонки, звонки на обычные телефоны, групповые видео и аудиозвонки, передача текстовых сообщений, передача любых типов файлов, хранение истории сообщений. Дальше. WhatsApp очень близок по функционалу к Вайберу. То есть те же функции используются, как передавать текстовые графические видео сообщения, групповые чаты, аудио-видеозвонки, хранить историю переписки, показывать время доставки и прочтения сообщений. Но, между тем, недостатки. Нет версии для настольных персональных компьютеров, нет возможности создавать открытые общедоступные чаты и нет возможности звонить на обычные телефоны. Телеграм. Наиболее безопасный мессенджер. И наиболее молодой из записанных. Значит, имеет версию для разных типов устройств, может быть установлен и на компьютеры, и на смартфон с любой операционной системы. Значит, ну и основным преимуществом является высокая степень конфиденциальности и безопасности. Осуществляется обмен любыми видами информации. Можно установить на любое устройство. Выполняются массовые рассылки сообщений. Есть звонки, конференц-связь. Могут использоваться секретные диалоги, которые автоматически удаляются через определенное время. И регистрация выполняется по номеру телефона. Ну вот такая информация, немножечко об общеизвестных мессенджерах. Ну и вот работая в компьютерной сети, в глобальной компьютерной сети, очень важным вопросом является информационная безопасность. Немного мы об этом уже говорили, но теперь поговорим о работе именно в компьютерной сети. То есть что такое информационная безопасность? Это практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации. Основная задача информационной безопасности – это сбалансированная защита конфиденциальности, целостности и доступности данных. И к мерам обеспечения информационной безопасности относятся технические, организационные и правовые меры. И вот все эти меры вкупе образуют так называемую систему защиты информации, направленную на противодействие угрозам безопасности. Ну вот что относится к аппаратно-программным средствам защиты информации? То есть, во-первых, это системы идентификации, распознавания и аутентификации, проверки подлинности пользователей. Значит, ну, во-первых, вот мы уже говорили, значит, шоковая учетная запись, да, значит, здесь вводится, может, скажем так, для обеспечения безопасности отслеживаться секретная информация, которую обладает пользователь, пароль, секретный ключ, персональный идентификатор, только при его использовании обеспечивается доступ к нужной вам информации. Могут использоваться для аутентификации физиологические параметры человека на сегодняшний день. Это отпечатки пальцев, это рисунок радужной оболочки глаза или особенности поведения. Вот обратите внимание, например, особенности работы на клавиатуре и тому подобное. То есть это тоже один из способов защиты информации или обеспечивания доступа к информации. То есть системы распознавания вот в этом ключе, системы аутентификации могут работать в этом ключе. Также используются системы шифрования данных, передаваемых по компьютерным сетям. Для аутентификации данных применяют код аутентификации или электронную подпись часто на сегодняшний день. Обеспечение конфиденциальности информации должно быть произведено. То есть конфиденциальность – это принцип минимальной необходимой осведомленности и шифрования информации используется для обеспечения конфиденциальности. Для обеспечения целостности информации используется принцип разграничения полномочий. То есть любые действия, облекущие изменения, должны быть обязательно протоколированы. То есть всегда должно быть известно, кто получил доступ к информации, значит, какие манипуляции над информацией были произведены, кто и по какой причине производил эти изменения, модификации информации. И для обеспечения доступности информации, информация должна быть доступна авторизованным лицам при ее необходимости. То есть вот для этого создаются учетные записи, например. Ну и правовая защита информации. Нормативные документы в области информационной безопасности. Значит, используются акты федерального законодательства. Значит, во-первых, Конституция Российской Федерации, в котором также определяются меры по защите информации. Международные договоры Российской Федерации с другими странами по защите информации. Законы федерального уровня. Указы президента Российской Федерации. Постановления правительства. Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Органов местного самоуправления и так далее. То есть, по сути дела, юридически защита информации также обеспечивается. То есть правовые нормы существуют для защиты информации. Законы о защите информации и так далее. Ну и вот немножко мы должны поговорить о концепции социальной ответственности в контексте информационной безопасности. То есть на сегодняшний день вы, как молодежь, широко используете интернет, заходите на различные сайты, получаете доступ к различной информации. И вот наша задача предупредить вас об угрозах информационного общества. То есть, по сути дела, вы должны быть социально ответственными именно в том плане, какую информацию вы получаете и как вы с этой информацией работаете. Ну и вот такие угрозы информационного общества на сегодняшний день выделяют. Как? Во-первых, растущее неравенство в обществе, которое, вообще говоря, обеспечивает неравный доступ к информации. Хакерство и экономический шпионаж. Тоже, в общем-то, одна из угроз, которая ведет за собой социальную ответственность. Много спама, ненужной информации. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Угрозы персональным данным. Дальше. Распространение международного терроризма на глобальном и национальном уровне. Ксенофобия, расовая нетерпимость, угрозы общественной нравственности, непристойности, порнография, прежде всего детская, и расстройство психики. То есть, по сути, вот все эти угрозы информационного общества, они в конечном счете могут приводить к расстройству психики. И вот работа в глобальной сети может приводить или иметь угрозы к безопасности личности. Значит, во-первых, социально-экономические. Дифференциация на тех, кто имеет необходимые средства для того, чтобы технически обеспечить доступ к информации тех, кто эти средства не имеет. Так называемое цифровое неравенство. На сегодня очень актуальным становится. Экономико-технологические, угрозы киберограбления и экономического шпионажа. Коммуникационные, угрозы, которые при распространении через интернет осуществляют воздействия, прямо угрожающие психическому здоровью человека. Значит, это может быть, например, вот сектантское проповедничество, распространение мистических и эзотерических учений и практик магии, целительства, шаманства. Все это в конечном счете ведет к разрушению психики человека. В интернете всякого рода политические экстремисты и авантюристы чувствуют себя совершенно свободно, манипулируя общественным сознанием и спекулируя на экономических трудностях современного российского общества. И поэтому, вот работая в интернете, надо быть, ну, то, что называется бдительным, то есть получать только необходимую информацию, то есть не ходить на всякие подозрительные сайты, не заниматься всеми видами той деятельности, которые были представлены, потому что, по сути дела, каждый человек несет ответственность за угрозу безопасности своей личности. И это всегда надо понимать, вот вам, как молодежи, работая и осуществляя, так сказать, поиск информации, осуществляя доступ к информации вот в интернете. И чрезвычайно важным является как раз-таки нейтрализовать возникающие информационные угрозы и интернет использовать только лишь по назначению, то есть и в своей профессиональной деятельности, и лично, когда вы пользуетесь интернетом. То есть всегда это понимать и быть то, что называется очень осторожными, внимательными, потому что интернет, несмотря на то, что мы имеем доступ к огромному объему информации, то есть он может предоставлять свою угрозу об этом, угрозу безопасности личности. Об этом надо всегда помнить и понимать. Вот то, что я вам хотела рассказать на этой лекции и на тех лекциях, которые были представлены. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и всего хорошего. Благодарю за внимание.